Череда пожаров, прокатившаяся по посёлку имени Кирова Камешковского района, затронула и местный ФАП, который сгинул в огне уже год назад. Чтобы не оставлять жителей без медицинской помощи, администрация приняла решение разместить медучреждение в местном клубе. Директор даже была вынуждена отдать свой кабинет. Она же и стала объектом критики. В какой-то момент в народе стали поговаривать, что работник культуры хочет выставить медиков на улицу по причине ремонта в Доме культуры. Я занималась документами библиотеки, она открыла дверь, завела мне пациента и, показывая на меня, сказала, что вот этот человек виноват в том, что пропали вакцины, я не могу вам сделать прививки. Но это и была ерунда, и ложь. Из объективных претензий к ФАПу в Доме культуры крутая лестница. Старикам и инвалидам подниматься по ней тяжело. Мой муж инвалид, первой группы. У него нет одной ноги. Вторая нога у него загнила. Ему сейчас требуется большая помощь врачей. Мне обязательно нужен ФАП, в который могу я сама подъехать, привезти мужа и покажем поводу обратиться. ФАП из ДК уберут буквально на днях, потому что ремонт заканчивать все равно нужно, ведь деньги на него учреждение культуры получило в виде федерального гранта. И естественно, вести ремонтные работы, когда внутри здания принимают пациентов, это абсурд. Но медиков выселят не на улицу, а перейдут в здание местной фабрики. Там есть отопление, есть электричество, есть канализация, то есть есть все, есть ступеньки, по которым это можно зайти. То есть сейчас они на время уходят туда, для того, чтобы это все было дальше. Самое интересное, что для поселка уже приобретен новый модульный ФАП. Когда он откроется, мы спросили главврача Камешковской ЦРБ. Сергей Тимкин успокаивает. Говорит, что в этом году ФАП должен распахнуть свои двери. А затянулось его открытие, потому что субподрядчик не выполнил своих обязательств. И чисто юридический ФАП пока не может начать свою работу. Он стоять-то стоит, а его снимать никто не будет. Ну, в смысле, разбирать его, соответственно, никто не будет. А директор Дома культуры тем временем так сильно распереживалась, что ее обвиняют в выселении ФАПа за двери клуба, что женщине потребовалась медицинская помощь. Оказывать ее приехала скорая помощь. Константин Миронов, Дмитрий Журавлев, 6 канал.